Добрый вечер! А теперь о главном. Сегодня ГКНБ задержал председателя Харасуйского районного суда Дианшпека Аширова. Он вымогал деньги у местного жителя за принятие положительного судебного решения в его пользу. Тот обратился 11 сентября в главное следственное управление ГКНБ. Его заявление зарегистрировали в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки», а сегодня судью задержали. Это не первый случай неподобающих действий судей, которые при вступлении в должность дают клятвы все делать только по закону. Но часто их действия мало чем отличаются от действий других граждан, которые таких клятв не дают. И очень редко судьи за такое поведение наказывают. Можно вспомнить только, может быть, дело судьи Эльвиры Джаркеевой, против которой еще в мае прошлого года начался суд, но никак не закончится. Десять дней назад в Аше при получении взятки была задержана главный специалист отдела пробации по южной столице. Она вымогала 38 тысяч суммов у местной жительницы тоже за содействие в условно-досрочном погашении судимости, но была задержана с поличным. Ее поместили под стражу в СИЗО Джалалабада. Но таких примеров привлечения к ответственности судей не так много. В июне дисциплинарная комиссия при Совете Судей рассмотрела представление Генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судей Первомайского районного суда Максат Розбакова. И согласие комиссии было получено. В июле президент не утвердил в должности судью Эрниса Айбек Уулу, который оправдал насильника 13-летней девочки. Но Совет по отбору судей рекомендовал же его в судье. В декабре еще 2018 года президент Джейенбеков провел в Бишкеке заседание Совета по судебной реформе, на котором подверг жесткой критике правоохранительные и судебные органы, заявив, что всем известно о связях с членами организованных преступных группировок некоторых судей, которые предоставляют защиту представителям ОПГ и принимают незаконные меры по рейдерству, особенно в отношении к инвесторам. Все ответите. Это ко всем относится. И это говорю всем вам. Министерство внутренних дел, спецслужба, служба исполнения наказания, ГКНБ, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, судебная власть, исполнительная власть, сотрудники аппарата президента, которые имеют к этому отношение. За выполнение этой судебной реформы вы все отвечаете. Но в то же время судебная система страны до сих пор не может поставить точку в делах Омирбека Текебаева и Дешенкула Чутонова, приговор в отношении которых был отменен Верховным судом в августе прошлого года. Однако уже более года судебный процесс не продвигается. То же самое и в отношении Аиды Соляновой, которую Атамбаевский режим засудил за законное продление адвокатской лицензии, когда она была министром юстиции. Например, дело Аиды Солянова. Это очевидное политическое преследование. Нет события преступления. Солянова продлила известному юристу адвокату Елисееву адвокатскую лицензию. По закону она и должна была продлить. К сожалению, до сих пор наша судебная система не может поставить точку в этом деле. Судебная система явно не соответствует требованиям времени, но не отстает от судей и прокурора, или даже депутата, которые иногда попадают в руки и правосудия. Но как раз благодаря судьям избегают сурового наказания. Например, экс-глава Следственного управления Генпрокуратуры Калычпе Карпачиев был осужден в июне 2016 года к 14 годам. Однако в июле прошлого года, то есть уже через три года, вышел на колонию поселение. Дамирбек Асалбек Уулу, будучи депутатом Джорку Гнеша, был задержан в феврале 2019 года в Казахстане. Алматинский суд приговорил его в апреле того же года к 10 годам заключения. В прошлом ноябре его экстрадировали в Кыргызстан, и наш Верховный суд 19 ноября принял к исполнению приговор Алматинского суда. Однако не прошло и года, как тот же самый Верховный суд в августе освободил его от отбывания наказания. Это была программа о главном июле Ол-Я, Наран Айб. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok